В Покачах готовят к открытию приют для животных. Напомню, теперь по закону отловленных собак и кошек в них должны чипировать, стерилизовать, прибивать от бешенства и отпускать. Клетки для животных разместят на муниципальной промышленной базе. На территории разместится ветеринарный кабинет и карантинная зона. Жанна Кузьмина расскажет подробнее. Каждое утро зооволонтер Анна Киреева выгуливает во дворе подобранных во время отлова дворняк Лестью и Тошу. А дома и на дачу ее ждут еще несколько питомцев. И каждому нужно внимание. Анна целенаправленно подбирает, выхаживает и даже пристраивает раненых и покалеченных собак, у которых когда-то были хозяева. Таких передержек в городе несколько десятков. Это пример того, говорит зоозащитница, как в отсутствии официального приюта люди самостоятельно решают проблему безнадзорных животных. Это, конечно, головная боль для самого человека, который этим занимается, потому что нужно кормить, нужно ухаживать. Ветеринарный осмотр, как бы там ни было. Со следующего года приюты для безнадзорных кошек и собак должны открыться в каждом российском городе. Власти обязывают отловленных животных чипировать, стерилизовать, прививать от бешенства и отпускать обратно на волю. Например, такое учреждение впервые создают сейчас в небольшом, даже по меркам Югры, муниципалитете Покачи. К этой работе подключают и зоозащитников. Нужно не только найти место для размещения клеток, для этих целей город выделяет заброшенную производственную базу, но и обустроить его, спланировать режим работы, найти помощников и обеспечить ветеринарный контроль. Пункты «Передержка» на сегодняшний день у всех многих муниципалитетов, в больших городах такие пункты есть, они существовали, как их содержали общественники. Малые города столкнулись с такой проблемой. И сегодня обеспечить полные все требования с привлечением невезучастных жителей, так их назовем. Приютов не хватает. Их заменяют пункты временного содержания животных. В Нижневартовске такой работает пять лет. Он рассчитан на 550 хвостатых постояльцев. Безнадзорных собак собирают суда со всех окрестных городов и Нижневартовского района. Здесь их не только содержат, но и стерилизуют. Необходимые лекарства оплачивает сам пункт. Деньги на ветеринара помогают собирать зооволонтеры. Они же по мере возможности занимаются устройством животных в семьи. Чтобы соответствовать статусу приюта, на муниципальной передержке сейчас обустраивают санитарную зону с отдельным кабинетом врача. В данный момент мы готовим ветеринарный кабинет полностью, чтобы перейти в приют с 2020 года. Также все зоны должны быть, то есть это послеоперационная зона, карантинная зона и другие требования, относящиеся к содержанию животных. Все, кто так или иначе имеет отношение к новому закону о защите животных, разделились на два лагеря. Одни утверждают, что документ еще долго не будет работать, хотя бы потому, что четких правил создания приютов нет. А значит, и собак на улицах меньше не станет. Содержать безнадзорных животных в масштабах государства невыгодно. Вторые уверяют, обязательная стерилизация, предусмотренная в приюте, сделает свое дело. Сократится естественная прибыль бездомных животных. И даже если хозяева не найдутся, по новому закону собака может жить в приюте до своей естественной смерти. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Нурфан Набиев, Вести Югория, Покачи, Нижневартовск.